Гена Казанский, старшая совоистка Да ладно, бери зажигалку Да нахуя не зажигалка, я уже что Перекурить зажигалки в этих черножубах отожмем, блин, братан Мы снова город себе возвращаем Город будет за Казанский, братан Мы освобождаемся Мы всех этих хащей будем Нахуй здесь рубить, нахуй Застрили Большая интерлюдия такая была Жесть, продолжение Так мы пробираемся через барьеры О Такая довольно приятная встреча произошла Старая знакомая просто Сидел, господи, немного Попросил прикурить Культурная столица, побольше таких хороших людей в городе Ну что, малыши, сегодня день боя Тарасов, я надеюсь, ты готов Ладно, я выпендриваюсь, шучу Вот я приобрел капу, сейчас мы ее Должны сварить и подогнать под свой ротик Тупой Вот мы ее открыли Вот чайник, извините, у меня тут куча проводов Подзаряжаюсь, как говорится Ага Мы берем, наливаем кипяточек И убиваем его залпом Нет, на самом деле Мы ждем пока водичка немного остынет Немножечко Не отрывая от ботвы Ах ты, блять, кричу, сука Ждем, 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 ждем В этом стакане у нас холодная вода Чтобы вы знали, как это происходит Вот капа Если так засунуть Ах, вот она, блять, какая она отвратительная Ну, в общем, мы закидываем где-то на 30 секунд Засекаем 30 секунд Достаем ее, достаем, кидаем на секунду На секунду Бах До секунда достаем Давно капа была в рту не была Сплоснем ее, причем вам показывать вам Абгантошную капу Вот же она капа с моим прикусом теперь Теперь каждый раз я совершенно спокойненько Поставлю ее себе В рот представлять что я вставляю себе кажется такое не привычки может тошнить обязательно каждый раз если собираетесь боксировать надевать капу потому что иначе пиздарики вашим зубкам любой удар и скол все сильного удара не нужно я еще конечно приобрел тут ездил магазин вместе с капой перчаточки но я скорее их приобрел для работы на мешке такие твинсы прикольнее тайская фирма в таиланде такие копейки просто стоят 14 унцовые но для тарасова я сегодня надену свои более мягкие и более легкие вининги шлем короче я искал свой новый вининг который блин пока с переездом из москвы санкт-петербург он куда-то затерялся 50 тысяч шлем придется боксировать всем стареньким запылился морец дружок тоже твинс такой он конечно дубовый что я взял полностью укомплектовался перчи все-таки вот эти вот я взял ну все больше не капу шортом альтерсы носки все погнали даже адреналинчики много присутствует не боксировал давно давно интересно что если тарасов представляет на ринге датском он пиздился это конечно красавчик ну чё паш на тебе разомнуться немного давай прям щас не на щас то не надо разревелся ой давно давненько юрий не боксировал это я не к тому что блять сейчас все хуёво просто адреналинчик присутствует любил я этот спорт очень сильно на самом деле ни во что не умею играть все футбол нам просто ноги гривые они кривые на поле на киши попасть не могу но я утрирую конечно играть не умею баскетбол не умею валют не умея ну имеется тут навыки такие нубовские совсем а вот с единоборствами я более-менее получалось я риску бил все время на сестре изначально тренировался вообще очень неплохо подходила в роли парень партнера лизе тоже нравилось короче я верю всех телок своих просто не знаете сколько боев с ними 200 200 побед 0 поражений я считаю что сейчас просто покажу высший пилотаж это как знаете был какой-то мастер по бесконтактному бою и у него типа 200 0 рекорд его и он настолько зарвался в этой полной хуйни потому что естественно никаких бесконтактных бойцов не существует все это поебота пол и он решил подраться с бойцом каким-то по ммапу по боям без правил в общем бой начался у дядька такой уже в летах какому тут он поебал да вот такой блять как в фильмах знаете вот когда их там герой в башке дают по лицу он такой и он обычно злится а этот такой ну такой продолжают бой такой стойку и ему бам еще раз он нагибает голову вот этому с ноги бабах бабах просто ушатал вообще деда такое мясо это о чем говорит о том что можно себя так накрутить и самого убедить в том что ты вообще супер супер а ты на самом деле не о чем вообще да клевашовский нам нужен еду к тарасову я ненавижу я все зло свое вылью на тебя в бою надеюсь вы понимаете что тут может быть только 5 финал да ладно ребята если получу пизды в этом нет ничего страшного нужно себя понимать что это же бокс бокс создан для того чтобы получать по ебалу ладно я разговорился а тем тарасов ты ответишь за все слова что ты говорил мой адрес тренировочка легкая что это было за все эти слова ты сегодня я должен лишь ответить передо мной еще парковочное место достойному бойцу достойное место на парковке не уравни бы ничего честь свою мы такие хачапури пошли жрать на самом деле ты у меня колготки спиздил прошлом году моей теплая артем я к тебе обращаюсь за это ты тоже ответишь ты с моим челом сосался тогда у нас ауна чкаловской за это ты тоже ответишь я ответишь за то что за все просто такая тема короче в прошлом году как бы артем колготки мои спиздил когда ты не сюда пришел сегодня будет ответ а вот этих бой то в чем будет мы просто ждем раздевалка раздевалка для варков а мы сегодня голые полностью демастер ну я слышал я просто от рэпа немного неродителей запрещают и шлем наготовить и винты то есть по-любому здесь какой-то подвох есть я бы на самом деле еще проверил его перчатки еще и 10 унций да не 12 12 а он еще знаешь что такое 12 унций понимаешь это уже нет я бы на вашу а с кем он спореговаться будет со всеми я бы на вашем месте напряг стекла они немножко пробиты но ты сильно пробит уже я купил себе съездил купил сетапа просто она проёбанна была купил твинс заметь проёбанна была капа потому что он ее уже пользовался шерлок активировал вообще шерлок проверяли но твинсов какие-то крепкие слишком проверил меня уже нормально можно пробивать живой ну-ка гоняй один колготки гоняй один колготки прощал сегодня ювецу повезло на самом деле я работаю одной рукой левый правый практически не бьют потому что такие легкие болит я сегодня мы будем бить битова а ты повыше меня честно но этот сантиметр он многое решает с девчонками колготок юра кузнецовского я вызвал на бой и сегодня состоится бой артема терраса юра кузнецовского все прямо сейчас смотрите как то будет он за все ответит я говорю что вы сейчас увидите жесточайший бой дацик просто блядь вообще-то меня как сразу блять как первого птичку запустили а и а и 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 а и и и Я не буду вести нас, это здорово! Хорошо! Ты что, можно ходить? Я вот сейчас вверх право подбиваю, право не работаю. Давай нормально, вот, давай! Всё, всё! О-о-о-о! Ой, попался! 20 секунд есть! Воник! 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 Один, два, в сторону! Шесть! Давай-давай-давай руки поднял! Винда! 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 Винда, не ушёл, в блин, и в inacап鉄! Винда, не ушёл! У-ууу! Не считай, да? Винда. Винда, не живыш! В静 она! Вот так. Больше билейней рукой работает. Вот так вот, хорошо, чуть побольше левой туда. Дай вот левую туда. Дай левой, дай левой, дай. Вот крюшку зарубились как, а? По корму скоро работа, чем нету, это все защиту ты бьешь. 20 секунд. Устал, устал. Весь, весь, весь. Дай пеки его и удаляй. Хорошо. Вправо. Вот, хорошо, прямой дай, прямой дай, прямой дай. Время. Хорошо, молодцы. Ну, что вы понял? Ваёк? Ваёк. Не бойде. Побольше левой, правой, левой. Левой, правой, девой. Левой, правой, левой, правой. Вот, стар, стар, стар. Стоп с права, майкер, прошел майкер. Хорошо. Удар, 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 удар. Удар, удар, удар. Удар, снизу, снизу, снизу. Дай-на, что я тебе подъеду. Вот, хорошо, да. Оп. Ты бедный. Томатышки. Давай, 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 вдвоем, вдвоем. Вдвоем. Плохо, что ли? Вылетел, да? Попал домой, хорошо. Здесь. Идёшься оттяжка, но ты перенерпел, и нормально, как бы, ну, ты начал забирать. Давай, как я елец, одной рукой езжу, да как бы хотели мне. Я одной работаю с вами. Контент тоже, надо контент. Нормально. Работай одной рукой. 15 секунд. Вдвоем сниженом. Не предполагаете? Вдвоем. Вдвоем. Вдвоем снижение. Вот так. Вообще, красава. Какие этажи? Я не вернусь тебя? Зачем не вернусь тебя? Чем не вернусь тебя? Вдвоем пензе. Я, блядь, сломал блогера. Че, 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 че делать теперь? Ну вот травма, полученная в бою с корнеем. Не знаю, что со связками. Неприятно. Четвертый. Четвертый даже. Ты реально, то есть, ты смотрелся лучше всех, серьезно. По себе мужики. Технической с точки зрения, то есть, чтобы чуть на камеру добавлял. Мне не хватало, я чувствовал, я понимал, что делать. Снизу такие вот вещи, знаешь, это просто, ну, это как бы тебе уже кто-то показывал, такая вещь, как бы, ну, то есть, ее нельзя просто так бить. Ты выходил сюда, снизу, там, по левой, по корпусу работать. Человек хотел зайти. Видно, что у него здесь. Видно, что у тебя есть. Да, видно, что есть хороший опыт. Но есть в период, когда он, видимо, не занимался, да, вот немножко подотвык. Первый раунд раскачивался, второй раунд тоже начал хорошо работать. Третий, понимаешь, разнообразник там с комбинациями работает. Одно, да, неприятное, неприятное движение такое корявенькое, знаешь, дергал бицепс. Он достоял еще раунд, понимаешь. Молодец, ты больше всех, получается, простоял. Захвалили. Блядь, если бы я не занимался, я бы не пошел. Он же понимал, что изначально, куда он идет. Если бы я не занимался, я бы не пошел никуда. Это как бы, ну, это не совсем нормально идти там в боксерские шпарики, если ты вообще в этом ничего не понимаешь. Все, отдохнули, давайте дальше. Корни, ты травмоопасный. Да он деревянный, деревянный. Деревянный, да-да-да. Такой, корявый, типа, неудобное положение. Итак, ребят, прошли спарринги. Видимо, из-за того, что был херовый размят. Какой-то пиздец с бицепсом. Выглядит нормально, конечно, но поеду сейчас в травму, не знаю. Это была диверсия, подстроенная Артемом Тарасовым. Деревянный, там, по-другому, два шутка, двери, пить. Давай. Что вы там, к парням опаздываете? Зато покажу вам актуальную форму свою, что-то. Руху не разогнуть, бицепса пух. Я надеюсь, что это не разрыв. Сейчас поедем, короче, в клинику узнавать, что с моей рукой. Только начал спортом нормально заниматься. Вот такая шляпа. Я, на самом деле, сколько я не занимался единоборствами, ну, давно там, по молодости. Блядь, мне никогда такой... У меня один раз с ногой такая у меня была, пожестче даже. Но в осознанном возрасте нет. А мне ехать в Москву. У меня там назначена встреча, датуировка, блядь. Свидание, которое непонятно состоится или нет. Десятый раз уже. Но, возможно, ничего из этого не будет, если я не поеду, конечно. Ну, смотрят, что мне сделают с рукой. Ладно, что? Я не знаю, надеюсь, вам понравились спарринги. У меня их не было лет пять, наверное. Зубы, вроде, все целые. Пару ударочков я пропустил, это один заметно, потому что он прилетел. У ребят определенная специфика есть. Они, на самом деле, немного не классические, реально, боксеры. У них такая манера немножко подзарубиться в хлам, как бы. Я немного этого не ожидал. Я думаю, будет более такая тактическая, будет классическая больше работа. Ну, похеру, это как бы, знаете, это не оправдание ничему. Просто она более специфичная. Надо немножко к ним подстроиться. Вот и все. Они уже друг к другу, на самом деле, привыкли. Они знают, что друг от друга ожидать, знают, какие удары. У меня не то, что хватило на четыре раунда. Я бы дальше боксировал, потом просто вот травма руки, и все, и пиздец. Ну, на самом деле, если походить, конечно, на бокс, я думаю, чтобы полностью вернуть в хорошую форму, надо полгода нормально заниматься. Ну, хотя бы месяц, да. Ну, блядь, это же тоже нарабатывается, нарабатывается. Значит, перерыв 5 лет, это все равно, что ты как будто заново начинаешь проходить. Ну, практически. Ну, я, конечно, согнулся тут заново, но... Бля, вообще руку не разомыть. Короче, едем. А, где клиника? Подождите, подождите. Забыл. Витаминов. Какие-то удары у меня сегодня проходили. Несколько раз попал по печени. Мой излюбленный удар. Ну, конечно, тело просто такое задубевшее, оно закачанное. То есть в голове я проигрываю для себя комбинацию, которую я хочу провести, а ногами и руками я просто не могу сделать. Вот тупо не хватает энергии, дыхалки. Я хочу ему засадить там, допустим, с такого угла, а у меня просто... Тело не догоняет, и все. И все, мать-пошу. Ну, опять-таки, это вопрос тренировок. Ну, если загорюсь, сейчас чуть-чуть прохожу. Все равно мне больше нравится такой классический. Дело не вне зарубаем, потому что в боксе можно зарубиться, ого-го, как, в мясо вообще, хлам, ломаются носы. Ну, просто мне нравится более такая техничная манера. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну, что, все молодцы, ребята, крутые. Спасибо им за бои. У Тарасова достаточно тяжелые удары, на самом деле. Он длина руки, просто... Я вот по себе сравниваю, бляд. Забыл клинику вести. Да вот я могу вот так вот эту руку держать. Такой, знаете, такой, блядь, как шпионочка. Чик-чик-чик-чик, с ножичком, блядь, чик-чик-чик. Или, так сказать, девочки. Одно место. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Нет, это тренировка, этот спарринг. Он все планы моего до откоса спустил. Я не знаю, как я теперь успею на поезд, наверное, на 12-38. Но я все равно хочу в Москву попасть. Чтобы жопу вытирать одной рукой. Попасть в Москву. Чтобы говно от руки воняло. И я все равно пойду на свидание. Нет, это дело не свидание, блядь, я иду на вечеринку к Артемию Лебедеву. Я не хочу пропустить это, блядь, случается раз в год. Татуху я не знаю, уж буду мне делать. Ну хотя нет, буду, почему нет, на плече-то. Естественно, блядь, я поехал с нарушением скоростным. Вот как. Я такой, знаешь, влог называется, проехал, нарушил пиздец. Блядь, тебе надо билеты на самолет смотреть. Мне будет стоить до хуя, естественно. Я купил, блядь, на поезд, на Сапсан, билеты заранее. Если что. За неделю. Чтобы сэкономить. Зачем покупать за два дня, там, большую сумму. Если можно купить неделю. И вот, как бы, спарринг с корявыми ребятами. Не, они не корявые, но просто они специфичные. Я говорю, у них, опять, бумажная школа. Это, как бы, не бокс немного. Они этот, как бы, бокс-липер. Ну и плюс я такой, как бы, немножко, чем бывает. Главное не отчаиваться. Все такие, вам придется ампутировать руку. Я такой, да все нормально, сейчас бионические протезы. Такой. Следующий кадр, эскультирый такой же. Но без руки, конечно, намного лучше было бы. И весить намного меньше быстро. Где-то прибавилось, где-то убавилось. Это закон сохранения энергии. Удобно, нюрно? Очень удобно. Новая рука лучше, чем старая. Пионические протезы. Последний, честно говоря, год, такое желание появилось. После того, как, ну, очень распространилась тематика Путина про трансформеров. Говорил, трансгенеров. Я решил, ну, почему бы и не попробовать себя в новой роли. Здравствуйте. Я позарю. Подождите немножко. Спустя три бабки в очереди. Так, ну, скажите, почему вы туда приключились? Ну, два часа назад я ударил правой рукой. Ударил, ну, как руковой. Ударил, ну, как руковой. И вот так же, так же, только правой. Да, только правой. Ой, острая боль сразу. Отека большого не было. Ну, что-то там всё прикол было. Так, болит сейчас где? Какое место в основном болит? Вот здесь. Просто... Пышка вообще. Я могу сказать, что я реально расстроен. Они такие все на тренировке. А, ничего, тягня. И душить меня начали. Ха-ха-ха. Из одной клиники поехали в другую. Делать УЗИ. Взятую операцию. Надо эту ерунду зафиксировать. Сейчас поймете, почему я улыбаюсь. Ну что, вроде у меня не отрыв бицепс. Меня напугал тот врач. Ну, спасибо ему за интригу. Иначе бы не было такого грустного названия. Правая ошибка? Да, правая. Да, 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 вполне. Никогда не думал бы, что буду радоваться от надрыва бицепса. Знаете, все относительно. Два часа назад сказали, что у меня бицепс оторвался, и все. Полгода восстановления, там, ну, полного, не знаю, тут. А это что такое? Да, это чтобы жизнь рядом не казалась. Кук от меня. Ничего себе. Ну что, неплохая тренировка. Рука моя будет нефункциональна в течение месяца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok